Нелегитимный снова заговорил о привлекательности жизни вне столицы. По мнению диктатора, богатых людей в нашей стране много, и они с легкостью могут позволить себе купить участки в непосредственной близости от Минска. Даже просто для того, чтобы послушать тишину и подышать свежим воздухом. Но главное, чего хочет добиться Лукашенко, это привлечь белорусов к жизни в деревнях и поселках. Для этого он предложил корректировку законодательства в сфере земельных отношений. Среди прочего был поднят вопрос, чтобы для строительства частных домов разрешить выделять участки площадью до одного гектара. Земельных ресурсов на это, по мнению нелегитимного, вполне достаточно и при этом нет никакой необходимости уничтожать лес. Кроме этого, белорусам могут дать возможность строить жилой дом на одном участке с уже имеющимся. Всё это делается якобы для того, чтобы разгрузить Минск и его окружности, а также перестать возводить в нём мегалаграммирации с населением по треть государства. Для этого нелегитимный предложил рассредоточить людей по стране, например, где-нибудь под Смоленском, где очень много пустых земельных участков. Вот только диктатор, видимо, не понимает, что люди бегут из посёлков не из-за нехватки земли или жилья, а просто потому, что работы в регионах нет, а выживать как-то надо. Хотя, судя по последним событиям, проблемы трудоустройства коснулись уже и Минска, и вряд ли режиму удастся заткнуть белорусам рты выделением дешёвой земли где-нибудь на границе с Россией. Минских председателей товарищества собственности и жилищно-коммунального сектора вызывают на беседы в КГБ, где подробно расспрашивают о событиях 2020-го и требуют подписать согласие о сотрудничестве. Об этом рассказал читатель издания «Зеркало», беседа которого с сотрудником силовых структур длилась примерно полтора часа. При этом ему задавали много личных вопросов, касающихся событий 2020-го года. Участвовал ли он в акциях протеста, были ли задержаны его друзья и родственники, а также как он относится к силовым органам и к санкциям. Последующие вопросы уже касались политической активности соседей, ну и вишенкой на торте оказалась пресловутая вербовка, при которой мужчину даже не спросили о его желании сотрудничать, а просто надиктовали текст его дальнейших обязанностей в пособничестве раскрытия экстремистских формирований. Когда начались такие беседы, председатель товарищества собственников точно не знает, но предполагает, что несколько недель назад. Подобная практика была и в 2020-м, но тогда это исходило от районных администраций по телефону. И, видимо, эти звонки не очень подействовали на людей, раз теперь запугивать их взялся сам КГБ. Стройка на берегу Минского моря возобновилась и поглощает часть общественного пляжа номер три. Еще в конце прошлого года журналисты портала «Онлайнер» обратили внимание на ограждение площадки в прошлом ресторана «Заславль». Виды на это место еще в начале 2010-х имела некая компания «Мируар», которая планировала здесь стройку пятизвездочного спа-отеля, но отказалась от этих намерений, узнав про большую конкуренцию. В несколько лет на площадке ничего не происходило, но прошлой осенью строительство возобновилось и началась активная подготовка к строительству. При этом специальная бригада демонтировала беседки и детские площадки рядом, поставив дополнительное ограждение для расширения места под объект, захватив при этом часть пляжа. Интересно, что выяснить о планах нового строительства ничего так и не получилось, а старый паспорт объекта до сих пор не сменили. Если вам вдруг известно, что застройка ведется в рекреационной зоне, пишите в наш анонимный Телеграм-бот. Согласно расследованию британского издания iNews, подсанкционный самолет Михаила Гуцериева дважды в январе, а также вчера прилетал в Лондон. Однако официальные ведомства заявили, что никакие запреты не были нарушены. Напомним, что еще в прошлом году Гуцериев был назван в уведомлении о санкциях давним соратникам и пособникам Лукашенко. Из 9 августа ряд самолетов режима попал под запреты Великобритании, в том числе с отказом в оказании технической помощи. Но один из них, на удивление, все равно был замечен в лондонском аэропорту Лутон в начале этого года. iNews пишет, что подразделение Министерства финансов, отвечающее за обеспечение соблюдения санкций Великобритании, рассмотрело эту информацию, предоставленную белорусскими оптимистами, и решило, что никаких нарушений финансовых санкций в отношении данного самолета не произошло. В то же время в онлайн-документ Министерства иностранных дел по делам сотрудничества и развития с подробным описанием санкций были внесены поправки с удалением подробностей о перечисленных самолетах. И пока официальные британские власти продолжают заявлять о недопустимости нарушения их же собственных запретов, подстанционные борты Гуцериева беспрепятственно продолжают кружить в европейском небе. Литовцы отмечают сегодня день восстановления государства. По этому случаю в Вильнюсе была запланирована целая праздничная программа до самого вечера с торжественным поднятием флагов трех стран Балтии и вечерним зажиганием костров, а также шоу-дронов. В празднике приняла участие и Светлана Тихановская, которая помимо поздравлений дружественных к нам соседей запланировала встречу с белорусами Литвы, чтобы не только отметить праздник, но и поговорить о предстоящем в Беларуси псевдореферендуме и участии в нем диаспоры. К слову, мероприятие собрало целый зал ЕГУ наших соотечественников. В знак благодарности Литовской Республики за помощь и солидарность с белорусами мы присоединяемся к поздравлениям с этим поистине великим для нации днем. Искренне надеемся в самом ближайшем будущем также ярко отметить свой собственный день независимости Беларуси от режима. По лиц заключенному Владимиру Мацкевичу, который вот уже 13 дней держит голодовку, из них три дня сухую стало плохо, а философ очень ослаб и потерял 7 кг. Его осматривает тюремный врач, однако независимого доктора к нему не пускают. Не пропускают также и протестантского пастора. А счет его жизни пошел на часы, в связи с чем его родные и близкие бьют тревогу. Многие как бы оценивают это как выбор между, например, жизнью и смертью. На самом деле нет. Он делает выбор фактически между двумя типами жизни. И говорит, вот в той жизни, которую мы сейчас имеем, жить невозможно. И поэтому мы выбираем, люди выбирайте, мы будем жить, продолжать жить вот в этой вот несвободе, в насилии, в страхе, в постоянном оглядывании, в постоянном таком немышлении, в постоянном думании о том, как же там просто тупо заработать деньги. Но это как бы, вот это одна жизнь. Есть другая жизнь. Есть жизнь, о которой мы мечтаем. Это жизнь свободной Беларуси, где можем начинать строить, выстраивать свою собственную страну. Где можем себя начинать реализовывать. Где можем любить, мечтать, с уверенностью смотреть в будущее своих детей и внуков. Где можем в том числе и делать определенные достижения не только для Беларуси, а для всей Европы, для всего мира. И эти достижения могут быть в том числе интеллектуальные. И в этом наша ценность. И именно на этом и будет основана наша как бы нация. Поэтому Владимир выбирает не между жизнью и смертью, он выбирает между разными типами жизни. Он выбирает свободную Беларусь, он выбирает другую жизнь, которую надо сделать. И он знает даже, как это надо сделать. Знает и делает. И сейчас своим поступком демонстрирует, как вот выходить, осуществлять этот переход. Осуществлять этот переход от той вот старой Беларуси, которая для нас уже стала просто таким ермом. И тоже и позором. И переходить, не смиряться с этим, а переходить. И как бы 20-й год это показало, что мы это можем. Что мы можем. Мы уже это начали. Так не надо останавливаться, а надо продолжать. Продолжать в тех условиях, в каких оно есть. Подниматься с колен. И он вот так вот, там даже находясь в тюрьме, поднимается с колен. Более подробно о том, кто такой Владимир Мацкевич и почему его преследует режим, смотрите в новом сюжете моей коллеги Кати Пытливой. Ну а завтра в 9 утра не пропустите новый выпуск «Такие новости», гостей которого стала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Чтобы получить доступ к просмотру, нужно оформить спонсорство. Все подробности в описании к этому видео. Я же прощаюсь с вами до завтра, хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!